Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Поехали! Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможны осадки. Днем температура воздуха составит 3 градуса тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 4 метров в секунду. Гомельчан ждет выставка работ международных живописных пленеров, посвященных академику Станиславу Жуковскому. Она откроется 30 января во дворце Румянцевых и Паскевичей. В экспозиции представят картины, написанные художниками во время пленеров. Они позволят посетителям совершить путешествие по живописным уголкам. На открытии в Белой гостиной дворца выступят певица, композитор, автор-исполнитель Ольга Голубцова и пианистка Злата Романчук. Музей истории города Гомеля продолжается выставка по странам и континентам. На ней работают участников секции «Фото-тревел-клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители музея увидят фото, сделанные в Исландии, Индии, Италии, Монголии и других странах мира. От идеи к внедрению в выставочном зале университета имени Франциска Скорины демонстрируют научные достижения и инновационные разработки сотрудников вуза. Экспозиция приурочена ко Дню Белорусской науки. Она знакомится с спецификой работы факультетов, учебной литературой и необычными экспонатами. До 31 января здесь каждый найдет для себя что-то интересное. Торопитесь! Музей экспериментальных наук продолжает работу в стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здесь можно найти приборы и устройства, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками. Только так получится открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост да Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Этот проект также помогает узнать, как работают законы физики, познакомиться с принципами действия технических устройств и не только. Приходите, экспериментируйте и получайте незабываемое впечатление. К следующим новостям. Гомельский государственный колледж искусств имени Соколовского приглашает проникнуться атмосферой лирики и романтики и насладиться вокалом. 4 февраля любителей классики порадует музыкальная программа «Сокровищница мировой оперы». Артисты исполнят самые известные оперные арии. Уже несколько лет такие концерты собирают полные залы и завоевывают сердца гомельчан и гостей города. 8 февраля в Гомеле будет проходить второй открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Он будет включать конкурсные выступления и галоконцерт с награждением победителей. К участию приглашаются не только профессионалы, но и любители. В состав жюри войдут известные артисты, педагоги, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств. Им и предстоит определить лучших исполнителей фольклора. Обладателю гран-при достанется сертификат на участие в одном из концертов гомельского фолк-проекта «Ягора Вахара» и ценный приз – портативная аудиосистема. Заявки на участие принимаются до 1 февраля. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на его официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов. А появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В День влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. И еще об одном музыкальном мероприятии, которое пройдет в «Гомеле» в День влюбленных. 14 февраля в областном драматическом театре состоится концерт «Лавис». Праздничную программу представят концертный духовой оркестр и солисты гомельских городских оркестров. Эта встреча поможет незабываемо отметить праздник и напомнить дорогим людям о своих чувствах. В программе не только красивые истории о любви, которые способны тронуть сердца, но и тематические конкурсы и розыгрыши призов. Не упустите возможность нестандартно поздравить любимых. К другим интересным новостям. Наши питомцы тоже не всегда хотят выходить на улицу. Порой, даже если речь идет о прогулке, в таких случаях им тоже приходится прибегать к разным хитростям. Расскажем об одной такой. В сети набирает популярность видео, на котором хозяин пытается вывести на улицу своего кота против его воли. И питомец был вынужден придумать хитрый план, который помогает ему избегать нежелательных выходов из дома. Он решил подключить свое актерское мастерство. Как только хозяин надевает на питомца ошейник и поводок, тот сразу прикидывается мертвым и падает на бок. Ну а о какой же прогулке может идти речь, когда хозяин катается по полу от смеха? Да, порой коты поражают своей изобретательностью, особенно когда им лень что-то делать. Продолжая эту тему, расскажем еще об одной кошке, которая решила не вполне обычным способом подобраться к хозяину, чтобы тот погладил ее. Питомица лежала сверху на лестнице. И поскольку спуститься пешком ей не захотелось, она просто сползла вниз на боку и встала на лапы только на последней ступеньке. А как развлекаются ваши домашние питомцы? 100 долларов за яйцо. Как считаете, дорого? Если нет, то вам в один из ресторанов Нью-Йорка. Там в меню яйцо от курицы породы арауканы. Она была выведена индейцами много веков назад на территории современного Чили. Они скрещивали кур, несущих разноцветные яйца с лучшими бойцовыми петухами. В итоге получились крупные яйца синего цвета. Теперь о самом блюде. За 100 долларов на тарелке, кроме самого такого яйца, щедрый покупатель увидит пару ложек итальянского сливочного риса, ризотто и пельмени ручной работы или лапшу. Для того, чтобы оправдать цену, сверху все посыпают трюфелем. Так что не совсем понятно, за что платят посетители – за яйцо или за трюфель. Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую в мире золотую монету. На ней изображен Альберт Эйнштейн, показывающий язык. Диаметр монеты почти 3 мм. Лицо на ней рассмотреть невозможно, поэтому в комплекте покупателям предложат увеличительное стекло и осветительный прибор. Всего таких монет отчеканили 999. Продаваться они будут за 185 евро. Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, хочу пожелать вам исключительно хорошего настроения на весь этот день.